Депутаты не поддержали требования перевозчиков повысить тариф на проезд до 80 тысяч. В Караганде состоялась юбилейная выставка работ заслуженного деятеля искусств Анатолия Белыка. Теперь молодые люди могут получить военный билет, пройдя курс молодого бойца. Депутаты не поддержали требования перевозчиков повысить тариф на проезд до 80 тенге. Вопрос отправили на доработку. Такое решение принято на внеочередной сессии городского маслехата. Сессия маслехата оказалась бурной на обсуждения и споры. С предложением к депутатам обратился зам Акима Караганды Кайрат Бегимов. Он напомнил, почему необходимо повышение тарифа на проезд. При этом выдвинул требования исполнительной власти к автопаркам. GPS-навигация, электронное обелечивание. Каждые полгода автопарк должен обновлять по 5% подвижного состава. При этом требования к перевозчикам с повышением тарифа будут ужесточены. Если они не будут выполнять эти условия, у них будут, естественно, штрафные санкции. Так называемый компенсирующий тариф, как водится, например, для коммунальщиков. Мы это планируем. Естественно, в течение года будет понятно. Если они не исправляются, то мы будем снимать этот тариф. Кстати, чиновники обещали оставить 50 тенге для социально незащищенных слоев населения. Пенсионеры, ветераны и другие попадающие под эту категорию люди должны платить по старому тарифу. Тут посыпались вопросы от депутатов. Народная избранница Сайран Создыкова выдвинула предложение повышать тариф постепенно. На год даем цену, чуть больше той, которая сегодняшний день, я согласна, чуть больше. И смотрим, в течение года они справляются с этой ценой, нормально работают. У нас появляется анализ экономической ситуации именно по перевозкам в городе Караганде. Мы узнаем наш пассажиропоток реальный, тот, который действительно сегодня... То есть это посезонная зима, весна, лето, осень. Это у нас рабочие и выходные дни. И тогда, когда мы будем за этот год получим все эти цифры, отпадут вот эти все прения, отпадут все эти вопросы. Оживленную полемику оборвало голосование. Депутаты проголосовали. Итог 13 за, 9 против. Один депутат воздержался. А для утверждения решение должно быть как минимум 15 проголосовавших за. А значит, проект по тарифу отправляется обратно в Акимат. Решение не проходит. Значит, на согласительную комиссию. Теперь чиновники могут выступить с новым предложением по поводу возможности увеличения тарифа на проезд или привести больше доводов в пользу повышения. Совместно с исполнительной настигом будет еще раз рассмотрено предложение исполнительной настиг, перевозчиков, соответственно, какие вопросы будут заданы вот эти вот непосредственно, значит, депутатами, которые не проголосовали с ними, какие они имеют в виду их решения. Вот это для этого согласительная комиссия. Ирина Камышова, Габизен Куржбеков, Первый Карагандинский. Завтра по инициативе начальника Юго-Восточного отдела полиции Ислама Мусина начнется профилактическое мероприятие, цель которых уменьшить число правонарушений в шахтерской столице. Только за последние 9 месяцев текущего года количество преступлений в нашем городе увеличилось на 15%. 9 числа 2013 года в 17.00 часов в районе 704 дом номер 30 Волочайского дом номер 67 совместно с представителями КСК, сотрудниками районного Акимата, а также с участием руководства ДВД Карагандинской области, также начальство УВД города Караганды и Юго-Восточного отдела полиции состоится сход с населением. Всех жителей данных домов просим принять участие в данном сходе. Карагандинские универсальные полицейские показали свою работу. Напомним, что с 1 ноября текущего года дорожная полиция в Казахстане окончательно упразднена. Что же изменилось в работе универсальных полицейских узнавали наши корреспонденты. В работе универсальных полицейских кардинально ничего не изменилось. В одном экипаже по три человека. Из них двое сотрудники патрульной полиции и один работник ГАИ. Он и регулирует движение на перекрестках в час пик. Первым на глаза универсальных полицейских попался человек, находившийся в нетрезвом состоянии. Карагандинец не только дебоширил, но и пытался пройти через дорогу в неположенном месте. Недолго думая, стражи порядка в отношении пьяного гражданина оформили административный протокол. Однако, очевидно, невменяемому мужчине это не понравилось. Следующий вызов на рацию полицейских поступил буквально через несколько минут. На пересечении улиц Гоголя-Сатпаева произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля марки «Опель» и «Фольксваген». Пострадавших не оказалось. А вот кто прав, кто виноват, выяснит следствие. Автомашина «Фольксваген» двигалась со стороны по улице Сатпаева в направлении улицы Гоголя. А автомашина «Опель» также двигалась по улице Сатпаева в направлении улицы Гоголя только со стороны улицы Казахстанской. На перекрестке при совершении маневрового поворота автомашина «Фольксваген» не пропустила транспортную сетку, которая двигалась на автомобиль зеленый слон софоры. К слову, пока универсальные полицейские носят старую форму. Однако уже в 2014 году их планируют переодеть в более современную и удобную одежду. Фуражки заменят на кепи. Дизайн нового образца на грудного знака будет восьмиугольным изделием из желтого металла с логотипом органов внутренних дел. Также будет указано название подразделения на двух языках. А вот заработная плата универсальных полицейских пока остается прежней. А вот житель Тимиртау терроризировал один из жилых домов города Металургов. 25-летний мужчина позвонил в аварийную газовую службу и сообщил, что в многоэтажке по проспекту республики взорвется газ. Спустя некоторое время, перезвонив, он стал требовать перечислить ему 200 тысяч тенге. Или дом взорвется. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции Тимиртау был задержан лжетеррорист. Он, кстати, жил в этом самом доме. Как оказалось, злоумышленник был пьян. Сейчас проводится расследование. В Караганде состоялась юбилейная выставка работ заслуженного деятеля искусства Анатолия Белыка. Областной музей изобразительных искусств организовал ее как раз к 85-летию карагандинского скульптора. Подробнее о следующем сюжете. Скульптор Анатолий Белык 20 ноября отпразднует юбилей. Областной музей изобразительных искусств при поддержке Союза художников города организовал выставку одних из лучших работ скульптора. Здесь более 30 фотокартин с изображением творений автора. Большинство из них это символы Караганды. Памятники Нуркена Абдирову, Абылкасу Сагинову, Шахтерская слава и многие другие. Есть и небольшие варианты монументов, сделанные руками Анатолия Белыка. Они хранятся в фонде исторического хранилища. Анатолий Петрович это большой подарок нашему городу, нашей области, потому что он приехал сам из Украины и начал работать сразу. Попал, можно сказать, в строящийся город Караганду и сразу, в общем-то, с ним слился. Сам скульптор весьма критичен к своим работам. Ничего удивительного в них он не видит. Главное вложить частичку своей души, тогда любое дело будет иметь успех, считает Анатолий Белык. Сейчас он занимается монументом женщинам-шахтерам. У автора уже готов приблизительный вариант скульптуры. Женщины-шахтерки, две женщины, одна казашка, вторая русская, сидят, как говорится, перекур на шахтерских камнях, и одна кормит грудью ребенка, а вторая стоит, русская, рядом, ей руку положила и смотрит вперед. На юбилейной выставке Анатолия Белыка присутствовали и его постоянные почитатели. Для многих начинающих художников-скульпторов Анатолий Белык – образец для подражания. Я не знаю, допустим, кто в Караганде смог бы сделать скульптуру лучше, чем Белык. Амина Смагова, Кайрат Рашитов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Молодые люди могут получить военный билет, пройдя курс молодого бойца в военно-технической школе города Караганды. В течение месяца юноши будут проходить теоретическую и практическую основу военного дела. Подробности в следующем сюжете. Начиная с нынешнего года военно-техническая школа в городе Караганда проводит ежемесячные военные сборы на платной основе. Абзал Мангалеев сегодня принял присягу и получил военный билет. Молодой человек очень рад этому. Солдат считает, что обучение в военно-технической школе является отличной альтернативой армейской службе. Этот знаменательный день моей автобиографии запомнится навсегда. Я думаю, знаю. Это большой праздник для меня и для моих друзей, которые со мной вместе учились, служили. В этом месяце в школу набрали и подготовили около 60 человек. Такой способ подготовки молодых защитников Родины, по мнению преподавателей, ничуть не хуже армейских будней. Солдаты обучаются по 14 предметам, среди которых тактическая, боевая и огневая подготовка. Сегодня, в данное время, личный состав готовится к принятию военной присяги. После военной присяги выдаем сертификаты, на основе этих сертификатов они в отделах по отделам обороны получают военные билеты. Марк Брюшко, Карат Рашидов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. Во дворце детей и юношества состоялся бал лидеров детских общественных объединений. Около 100 человек из сей области, принявших участие в мероприятии, не только рассказали о проектах и детских организациях, но и представили себя как подрастающих патриотов своей Родины. В зрительном зале почти нет пустых мест. Все потому, что бал лидеров детских общественных организаций Карагандинской области – одно из центральных мероприятий этого учебного года. Все участники как на подбор – смелые и амбициозные молодые люди. Среди них оказалась и ученица 8-го класса новоузинской средней школы Юлия Шилова. В победе своей школы девушка не сомневается, однако тут же поправляет себя. Главное – это участие. Мы готовили вальс, учились танцевать, чтобы выступить здесь перед всеми людьми. Мероприятие проводится в целях поддержки стимуляции социально значимой позиции и мотивации подрастающего поколения. Все участники, которые, к слову, прибыли почти изо всех уголков области, поочередно презентовали свои проекты. По словам Альжана Ахметова, главного специалиста управления по вопросам молодежной политики города, данное мероприятие поможет повысить социальную активность детей и воспитать их гражданское сознание. Данное мероприятие позволяет выявлять творческую, талантливую молодежь, которая получает возможность проявить себя на областном уровне. Марк Бешкок, Айрат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Карагандинский педагог победила в республиканском конкурсе «Тель-Жанашара» за активное развитие и продвижение государственного языка. Более 100 претендентов подали заявку на участие в конкурсе, но в финал прошли всего 27 человек со всей республики. Одной из победительницей стала Жазира Садуа. Подробнее в репортаже Алина Акбаевой. Жазира Садуа – учитель с 30-летним стажем. Сегодня она преподает в школе-интернат имени Нурмакова. Учитель физики, потомственный преподаватель. Вся ее семья посвятила свою жизнь педагогике. В республиканском конкурсе «Тель-Жанашары» она победила в номинации за активное развитие и продвижение родного языка. Победительницу наградили почетной медалью, дипломом, а также вручили подарок, планшет. Все это за заслуги создания казахского класса в родной школе. Я в 1991 году начала активно развивать государственный язык. Тогда набрала 15 детей и открыла первый казахский класс в школе-интернат имени Нурмакова. С тех пор выпустила многих талантливых учеников. Первых победителей Алтынбильга с казахского класса в городе, а также известного продюсера и актера Ануара Нурпиисова. Как рассказывают преподаватели о своей коллеге, она постоянно развивается и совершенствует свои знания. Учитель открыла в школе специальную лабораторию Таным. Под ее руководством работает творческая группа. Сейчас она стала тренером по международной прикладной экономике. Кроме того, она очень ответственная и преданная своему делу. Вот даже сегодня она вернулась из Астаны и пошла не домой, а первым делом пришла в школу, чтобы не пропустить педагогический совет. Жизора Козыбековна очень эрудированный, креативный и всегда она говорит, у нее девиз такой «Век учись». Она все время учится. Даже вот сейчас уже она закончила, например, трехгодичные курсы педагогика 21 века в Монреаль, Канаде. Сейчас она учится на трехмесячных курсах тоже. И вот она все время учится и учит нас, учителей, учит детей. Этот конкурс проводится четвертый год. В нем принимают участие писатели, учителя и журналисты. Вот и Жизираса Дуа встала в один ряд с победителями, внесшим большой вклад в развитие и продвижение родного языка. Алина Акбаева, Габиден Куршвеков, Асхата Абидулов, Первый Карагандинский. В Караганде открылся новый пивной ресторан Empire Pub Beer. Где появился пенный напиток, расскажут наши корреспонденты. Новый пивной паб отвечает качеством по всем европейским стандартам. 350 посадочных мест, необычный антураж и вкусный настоящий пенный напиток. Пиво варится при помощи специального устройства от австрийской фирмы Сальм. Это один из старейших производителей пивоваренных заводов в Европе. Традиции, накопленные тремя поколениями его владельцев, лежат в основе высочайшего качества и современного технического уровня продукции. Empire Pub Beer – это первая ласточка фирмы в Казахстане. Бир-квалитет в этом ладе можно сделать. Я думаю, что мы этой пивоварной принесем новые понятия по качеству пива в эту страну. В новом пивном пабе карагандинцы могут попробовать лучшие лагерные, пшеничные и другие сорта пива, приготовленные на специальном австрийском оборудовании. Горожан удивит не только вкус пивного напитка, но и приятная цена. Качество, подобного которого нет в городе у нас как минимум, ну и, как говорят, по Казахстану тоже. На открытии паба руководство пригласило популярную команду КВН «Уездный город». КВНщики не только выступили, но и попробовали на вкус пивной напиток. Если честно, мы когда зашли, мягко говоря, офигели. Потому что, ну, мы видели много подобных, точнее, подобных не видели. Мы видели много пабов, но вот такого плана, такого дизайна… Я хочу сказать, что он соизмерим с самыми крупными пабами Москвы, сто процентов. Это сто процентов, потому что масштаб и размер вообще помещения, он действительно заставляет задуматься. Но если честно… Известные гости будут радовать горожан не только в день открытий. Пивной ресторан «Импайр Паб Бир» ежедневно проводит тематические вечера, гвоздем которых становятся звезды, за исключением воскресенья. Воскресенье – это детский день. Все мероприятия проводятся в купе с живой музыкой. К слову, пивной паб имеет свою креативную команду, которая готовит для посетителя интересную и веселую программу. Амина Смакова, Габиден Курышбеков, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Приятных вам уходов.